В Красноярске на площади революции представители молодежной субкультуры ГОТЫ и ЭМО провели акцию протеста против концепции нравственного воспитания детей, которые собираются принять депутаты Государственной Думы. Молодые люди считают, что это положение запретит молодежи выглядеть и одеваться так, как они хотят, а также считают, что предложенная концепция противоречит российской конституции. Мы не социально опасные. Каждый может одеваться и выглядеть так, как ему нравится. Это главные лозунги акции протеста. Почему Госдума все решает за нас? Мы молодые, но право на подведенные глаза и нестандартные прически у нас есть, возмущаются ГОТЫ. У нас все это топорно делается. Сначала пускай они отладят систему, потом начинают какие-то нововведения водить, чтобы это не было просто, что занозу топором вырубают вместе с рукой. А чиновники администрации Красноярска предлагают разобраться с проблемой за круглым столом. Решили же вопрос с местными экстремалами. Поговорили и в итоге началось строительство комплекса экстремальных видов спорта на острове отдыха. ГОТОМ тоже можно дать зеленый свет. Политика Красноярского края и города Красноярска строится не на позициях запрета, на позициях разнообразного поддержки молодежных течений и формирования позитивных образов. Иван Юкотин год со стажем и про позитивные образы неформалов знает очень много. Он и начинал-то тогда, когда у этого течения еще и названия своего не было. Случалось всякое, ведь не били, а вот подстричь коротко пытались неоднократно. Там фирсинг, там все такое просто запрещали, в принципе. Хотя даже законов таких не было, ничего такого. Но все равно директор там, родители вызывали, все такое прочее. Молноречивее всяких слов посчитала часть участников акции. Посчитали и заклеили рты пластырем. Однако потом заговорили слова те же. Ничего нам не надо, свободы дайте. Свобода! 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 Готы и Эмма собрали подписи против законопроекта Госдумы. Основной смысл послания – вы не мешаете нам, а мы не мешаем вам. Пусть за нашей нравственностью следят школа и родители. Дмитрий Бузов, Александр Шевелев, Вести, Красноярск. Июль называют макушкой летом. В середине этого месяца самое лучшее.